Друзья мои, всем привет! Добро пожаловать на канал Неугомонное Маннеро! Вы знаете, давно не было влогов с переднего или заднего сидения машины и справляюсь. Сегодня меня пригласили на вечеринку молдавской делегации в концерт-холл Фридем. Ой, давно, кстати, я не записывала подобные болтухи в машине. Как-то сразу начала не сильно естественно. Сильно наигранно. Актриса изменяет так себе, конечно. Хотя мой преподаватель по-английскому говорит, что нельзя себя ругать, нужно себя только хвалить. Мысль материальна. Ну да, ну ладно. Кстати, друзья мои, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и жмите на звоночек. Обязательно. Чтобы к вам приходили оповещения, что на канале Неугомонное Маннеро вышло новое видео. Вроде сейчас какая-то новая политика Ютуба, что о новых видео вам не сообщают. Если вы не нажали на колокольчик, буду благодарна. Спасибо. Так, друзья мои, мы подъехали к Фридаму. Запарковались никого вообще. Просто вот пустая парковка. Я не знаю, кто будет на вечеринке, потому что Фридам вмещает как минимум тысячу человек. Но сзади меня, смотрите, фирменные микроавтобусы, которые перевозят участников Евровидения и делегации. Добрый вечер. Я Маннеро. Очень приятно. Вы пока что. Очень приятно. Это вы Сережа? Да. Отлично. И вы? Антон. А вы Антон. Ага. Здрасте. Друзья, моя история просто вот-вот-вот-вот по-украински. Есть нижний паркинг, но он исключительно людей, которые в списках, которые указывали машины, свои номера. Есть вот еще верхний паркинг. Да, никого не пускают. В общем, все через зад. Друзья, мы на канале Ньюгомун и Мэнру. Первыми появятся участники из Молдовы. Санстрок Проджект. Я хоть правильно назвала? Правильно. Это же кто-то обгорел, да, на пляже? Там еще история Википедии. Кто-то из вас. Ну да, в Молдове же жарко. А как будет на молдавском... Выпьем. Нет, выпьем. Но рок. Нет, так и будет. Так и будет. Выпьет, так и будет. А вы, наверное, руководите, только руки мы. Продюсер сразу видно, да? Ну вот, знакомьтесь, друзья. Это важные люди. Потому что артисты меняются. Сегодня одни, завтра другие. Однозначно. Правильно? А то надо что-то другое. Буэнос-Айро. Буэнос-Айро. Как правильно говорить? Буэнос-Айро. А, Буэнос-Айро. Ой, какая прелесть. А что это? Это конфетки? Да, это традиционные конфеты. А вы смотрите сюда, нужно снимать. Красиво снимать. Ешь, что вы живете. Да, это на английский. Угощайтесь, что вы там. Ой, я возьму вторую, да, можно? Какие-то. Можно три? Нет, ничего не надо, а вы что? Нет, спасибо. У меня были полные трусы конфет. Какие мальчики. Друзья мои, надо уже уволить всех из мюзикбукса. Подожди, дай я включу рекорды. Мне так ноги обарили. Это б***ь просто. Я колбосы от тела 61. Чтобы не было видно моих раковых ножек. Раковых шеев. Привет, как ты чувствуешь? Сайберс. Сайберс? Сайберс? Сандстракт Проджик. Ставит свою на сцене свой хит. Хэй, мама. Как я подготовилась, а? Они так еще ножкой. Смотрите, раз. Ножку покажи. Ну вот же Сали Сандстракт Проджик. Вот он стоит, Сережа. Здравствуйте. Встретила Кристиана Костова из Болгарии, он представляет Болгарию, но вообще говорит по-русски. У меня к нему пара вопросов. Я живу в Москве. Я родился в Москве и живу в Москве. Уже вы аферист. Немного. Вас не выбрали. И вы решили попробовать от Болгарии. Если честно, не совсем так. Я вообще не ожидал представлять какую-либо страну на Евровидение. Ой, ну не пришите. Мы все не ожидаем. Встаньте к свету. А это видео? Это видео? Здрасте. А вы сможете сейчас тебя увидеть? Это слишком сложно для меня. Привет. Так вот, вы не ожидали что? Я не ожидал, что мне вообще удастся выступить на конкурсе Евровидение. Потому что Евробачин огромный проект. Я никогда не ожидал принятия участия. Я всегда смотрю его дома с мамой. Для меня никогда не было даже целью участвовать в этом проекте. Потому что я всегда считал это чем-то невозможным. А как так получилось, что вы попали? Я болгарин по национальности. У меня папа из Болгарии. И я отдыхал в Болгарии летом 2015 года. Ой, давайте мы уйдем от молдавского флага. Такое впечатление, что вы представляете Молдавию. Вот стоите здесь на фоне банкета. Это веселее. Мои подписчики любят, когда бухают. Давайте. Подождите. Ой, да что вам 17 лет? К сожалению, это Кола. К сожалению, к счастью, успеете спиться. Ну-ну, и вы подаете заявку? Я участвовал в X-Factor в Болгарском и дошел до финала. В Болгарии есть X-Factor? Да, и занял второе место. И подписал контракт. И потом моя продюсер сказала, что у меня есть хорошая новость для меня. Это принять участие в Евровидении. И я сначала отказался. Потому что я испугался. Сказал, нет, как так? Евровидение слишком молодое и так далее. Будут проблемы. Какие проблемы, например? Ну, участники все с огромным опытом. А вас смущает что-то? Не то, чтобы сейчас, когда участники... А вот представляете, вам 50 и вы не приняли бы участие в отборе. Жалели бы? Наверное, нет. Все к лучшему. Все, что не произойдет, все к лучшему. Я в 17 лет тоже так говорила. Ну-ну, и в итоге? Все к лучшему. И в итоге я... Так давайте, вы долго думаете, говорите. В итоге я услышал... В итоге я услышал песню, влюбился в нее и сразу сказал, что да, мы едем, мы едем побеждать, все. Ага. А у вас был национальный отбор болгарии? Нет, у нас был внутренний отбор и все произошло достаточно быстро. То есть через... А кто решал, кто решал? Болгарское национальное телевидение. А у вас есть домашние животные? Да, собака, Роллс-Ройс его зовут. А как? Роллс-Ройс зовут. Ой, да я ожидаю, чтобы в вашей жизни был Роллс-Ройс. И несколько собак, хорошо? Хорошо. Договорились. Все, желаю вам победы. Удачи всем, люблю. И трамвай куплю. Она как-то новая. Да. Спасибо, какой комплимент. Друзья мои, ну что вам сказать, конечно. Ничего не говори, все хорошо. Мне кажется, они из такой страны, где не пьют, а у вас пьют? Пьют. А ты откуда? Из Украины. Что у вас такой акцент? Какой акцент? Ну такой. Сидумерство. А как вы пьете на Борзершаве? С кем? Ой, давайте. Подождите. И вечер перестал мертвопным. Мамм! Мамм! Мамм, мамм, мамм! Это вкусно? Спасибо! Друзья мои, кого я встретил? Это Тимур Мирошлыченко. Он все знает о Евровидении. Один из трех ведущих нынешнего конкурса. Просто бог Евровидения, энциклопедия Евровидения в Украине. Возмущается интернет стоимостью ваших костюмов. Я сам только сегодня узнал об этом. Да? Вы знали, сколько стоят ваши костюмы? Нет, не знали. Мы реально сегодня только узнали из прессы, но более того, это же за 13 костюмов. В общем, Тимур, желаю вам легких эфиров, чтобы ваша речь велась как... Ой, а у вас будет суфлёр стоять? Нет. Вы без суфлёра работаете, то есть в ухо? Он английский знает. Нет, ну мы не об этом говорим. Знаете, слова забудет или еще что-то. Нет, ну все. Карточки, карточки. А вам легко работать с этими мальчиками? Ну конечно. Все-таки вы звезда, они новички. Ну вы новички. Но вы не ведущие. Вы уже так свою сливу подлили. А вы кто? А я бэк-вокалистка. Я самая нескромная бэк-вокалистка. О, моя дорогая. Классная бэк-вокалистка. Классная бэк-вокалистка. Эй-мам-мам-мам-мам. Друзья мои, по-моему это пока что самый веселый номер. Светлые ребята подготовились. И песня такая веселая веселая. Я как-то танцую. Я хочу, чтобы выки прошли в финал. Давайте я вам покажу, чем кормят на вечеринке в Молдавии. Нарезочка овощная с сырами. Конфеты. Я не знаю почему конфеты в таком количестве. Молдавия славится шоколадными изделиями. И вот такие вот слоеные пирожки с сыром. Смешные, славкие, да? На алкоголе у нас красное вино. Белое вино. И водка. Водка почему-то украинская. А девочка подготовилась. Слушайте. Она одна и пять подмоколейцев. Матенькая какая-то. Девочки, мы дождались наконец-то. Я дура, понимаешь? На второй этаж залезла, когда внизу славку. Вот реально любимчик всех вообще тусовок и вечеринов. Ричард Горн, реально. Ричард Горн, реально. Субтитры создавал DimaTorzok What's your name?